Добрый день. Сегодня с вами я, Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений и ведущий свободной прессы. В гостях у нас Степан Дзимура. Степан, сейчас нас захлестывает интереснейшими событиями. С одной стороны, все обсуждают греческую тему. С другой стороны, совершенно неожиданно, вроде бы неожиданно, обвалился индекс Шанхай Композит. То есть, китайский фондовый рынок с середины мая упал, кажется, на 28% даже. Вот такое серьезное падение. Что это? Может быть, это и не серьезное падение? Может быть, это просто небольшая коррекция, как сейчас стали говорить? До этого он вырос практически в два раза. Обычная мания, такая же мания была в Китае в 5-м, 6-м, 7-м годах. В 7-м годах, когда, если вы помните, Шанхай Композит вывалился с 6 тысяч до 1800. Снова в Китае открывалось огромное количество брокерских счетов, порядка 100 тысяч в неделю, как и тогда. Народ, который раньше спекулировал о недвижимости, поскольку там цены на недвижимость стали падать и уже стали банкротиться крупные девелоперы, перебросился на фондовый рынок. Причем был произведен очень интересный анализ относительно уровня образования большинства ритейл-инвесторов в Китае. Оказалось, что в районе 80% из этих людей покинули школу не позже 14 лет. Они вообще не образованы. Для них это рулетка, казино. Ну и разумеется, маржинальное обеспечение достигло катастрофических размеров, скажем так, по-моему, 360 миллиардов долларов. Надулся пузырь, пузырь схлопывается, и цель падения где-то 300-300-300, поэтому еще не отпадались. Но самое интересное смотреть на то, как в очередной раз рынок переезжает мудрейшую из мудрейших компартий, мудрейший из мудрейших и древнейших ЦБ Китая и всех остальных клоунов. Они уже скупают акции, они повторяют ту же самую мантру, что и на Западе, что это wealth effect, так называемый, что это угроза для экономики. Но рынку как-то наплевать, пока он не дойдет до 300-300-300, он не успокоится. Степан, хорошо. Поэтому ничего нового в этом нет. Или плохо. Вот это падение фондового рынка, его нужно рассматривать как сигнал или как выражение более серьезных проблем в китайской экономике. Нам из года в год говорили, что там не может ничего падать, там все может только расти. Есть такая мантра про древнейшую цивилизацию, какие мудрые китайцы. Если вы поговорите с китайоведами, то лично у меня у них стоит впечатление, что они думают, раз они что-то постигли, то они выше остальных. Что-то там понимают. Нифига не понимают на самом деле, потому что вот эта вот сказка о древнем Китае и тому подобное, о мудрой партии, ну это как такая рекламная кампания Совка. Кто мог подумать в 85-87 году, что Совка не станет через 3-4 года? Вы думаете именно такие перспективы? Да, они находятся в положении Совка в 85-87 году. Огромные проблемы в экономике. Коррупция достигла просто каких-то диких размеров. Огромный аппарат чиновников, по-моему, 23-24 миллиона. А самое главное, китайская экономика жутко неэффективна. Они повышают налоги постоянно, выросла стоимость труда очень сильно из-за высоких цен на энергоносители. Логистика стала дорогой. Если вы заметите, то сейчас развитые страны вместо оффшоринга начинают заниматься оншорингом. Особенно европейцы, которые переносят производство в страны Восточной Европы и тому подобное. Поэтому Китай огромные проблемы. По-моему, вчера выступал кто-то из мудрейших и сказал, что товарооборот с начала года с России упал на 30 с лишним процентов. С Бразилии тоже по 30 процентов. И с ЮАР тоже. То есть между странами БРИКС. Вот эти три страны, которые в РИКС в рецессии. Россия, Южная Африка. А все остальные, что Европа не в рецессии? Нет, ну из БРИКС. А Индия пока еще считается, что она непотопляемая древняя цивилизация. Ну тоже еще на древней цивилизации. Не может быть аналогичных с Бразилией и с Россией проблем в экономике. Китай это локомотив мировой экономики, а Индия это такой маневровый тепловозик. Ну вот он уже под рельс слетел. Вот теперь локомотив летит. Степан, а как эта ситуация в Китае отразится на нас? Ведь нам говорили, что историческая миссия Китая спасать российскую экономику в нынешних условиях. Ну еще спасать российских чиновников. И всячески помогать им. Оказалось, это очевидная сказка пропагандистов. Ну пропагандоном будем называть. Потому что... Ну вот Китай, он наш друг. Русский, китаец, братья, и к тому подобное. Ну понимаете, китайцы посмотрели на свой торговый баланс. Скажем, с ЕС, с США и с Россией. И подумали, оно нам надо. И присоединились к санкциям. Все эти сказки про китайский газ и тому подобное. Ну, им не нужен наш газ. Если может быть там по 50, по 100 долларов за тысячу кубов, они может быть и возьмут. А он им не нужен. А территории они частично сами отберут. Просто, как уже лизинг сдаем на 49 лет в аренду. А с другой стороны, ну зачем им территории? На этих территориях тяжело жить. Там климат не очень хороший. Поэтому пусть русские вани работают на этих территориях, а мы просто все купим. То сырье, которое они добывают. Поэтому Китаю, ну, нет никого резонным помогать в данной ситуации вообще. Чем слабее современные россияне, тем лучше китайцы. Ну, чтобы им было сильно лучше, это сейчас теперь становится спорно. Хотя бы из того, что вы рассказали. Понимаете, они сами создали эту ситуацию исключительно. Совершенно непродуманной экономической политикой, совершенно непродуманной внутренней политикой. Потому что они сейчас там пытаются снова, насколько я понимаю, закручивать гайки. И закручивать гайки, оно всегда приводит к одному. К взрыву внутри страны. А если вспомним, что было в 2008-2009 году в кризисе, там было уволено 70 миллионов рабочих вне сельскохозяйственного сектора. А вне сельхозсектора, если не ошибаюсь, на тот момент что-то работало то ли 210, то ли 220 миллионов. Степан, но ведь в Китае в конце 90-х годов прошла аграрная реформа. И у людей просто нет тех участков земли, которые были в 80-х, куда можно вернуться и пересидеть кризис. Абсолютно. На этих участках построенной фабрики, на которых они работали, соответственно, которых их увольняют. И куда им идти, и что им делать? Ну, там остался маленький кусочек земли у папы с мамой, когда раз в год приезжают показать, что мы неплохо живем, работая на фабрике. Да, да. Ну, это трагическая ситуация. А вот если говорить о ценах на нефть, в начале этого года образовался такой коридор. Цены на нефть стали колебаться где-то в районе между 50 долларами за баррель и 65. Это light или sweet? Или бренд? Бренд. Вот они выше 65, там уходили. Но дело в том, что нам обещали, что будет скоро 70, 80, 90. Были такие прогнозы, очень хорошо тиражировавшиеся прогнозы. Но они на саббезе только этим занимаются, сами себя убеждают в том, что нефть вырастет. А что сейчас с Китаем? Под влиянием Китая или под влиянием Греции? Да они, ну смотрите, ну как Китай или Греция могут оказывать влияние на цен на нефть? Если у вас на рынке нефти существует навес со стороны производителей, где-то 2-3 миллиона баррелей в день. Вопрос нужно не задавать, не почему падает нефть, а почему еще на таком высоком уровне. Все эти сказки про себестоимость сланцевой добычи в 60-70 долларов, ну и как были сказками, так и остались. Вот сейчас себестоимость уже снизилась где-то в среднем по больнице до 20-25 долларов за баррель сланцевой нефти. Ну и американцы все прекрасно добывают, и никаких проблем нет. Поэтому навес со стороны производителей на рынке нефти будет только увеличиваться. Степан, а вот иранские чиновники с вами не согласны. Они недавно объявили, что как только Иран вдвое увеличит поставки нефти на мировой рынок, то цены вырастут до 70 долларов за баррель. И цены вообще стабилизируются, может быть, и выше пойдут. То есть, вы увеличиваете предложение, а цены растут. Восток ведь это тонкое. Восток дело тонкое. Тонкое дело. Если что-то может быть, то есть же ведь нефтяной эмбарго против Ирана. Есть. Но сводится к тому, что Иран продает нефть не по 70, а по 20 и 30. Левым поставщикам, в том числе американцам. Танкер просто перегружается, меняет порт приписки и все. Ну да, если уйдет нефть по 20-30 долларов и придет по 50, то, наверное, это окажет какое-то стабилизирующее влияние ценам на нефть. Но если только с этой точки зрения рассматривать, значит, они знают что-то, что не знает большинство инвесторов. Вот видите, как тонко все на Востоке. Да, тонкое дело. А с Грецией как? Вот в Греции сейчас банкоматы закрыты, банки не работают. Барнезонский балет. 150 евро дают пенсионерам. Зарплаты многим не выплачивают. В общем, ситуация очень такая напряженная. И как это будет влиять на Россию? Все спрашивают, как на Россию будет влиять? Ну, здесь, понимаете, влияние на самом деле. Не столько даже Греции. Ну, ситуация с Грецией, ну, давно, в принципе, еще говорилось, что она экономического решения не имеет, исключительно политического решения, потому что Греция не в состоянии выплачивать такие долги. И все эти популистские меры, вот этот референдум непонятно о чем, да. Ну, греки сказали нет. Сегодня там хитридис, как я его называю, говорит, да мы на все согласны. Нет, ну он рассчитывал, что греки скажут да. Нет, он же призывал к тому, чтобы они говорили нет. Ну, понимаете, это одно дело призывать, а другое дело хотеть. Хотел он, чтобы референдум победил ответ да. И он ушел в отставку, потом кто-то подписал все соглашения с Евросоюзом, он вернулся на следующих выборах триумфатором. Хитридис Пападамосом попали на прием к доктору Херменге. Чем все это заканчивается? Хорошо, а чем будет этот доктор, фрау Меркель и Коа действует? Что они будут делать с Грецией? Ну, еще раз, решение политическое, да. Пока что выходить, кого-то отпускать из Евросоюза, по-сейс-мите, никто не собирается. Просто вот это вот объявление о референдуме, оно было слишком борзым, да. Не под чину борзый попался, чувак. Абсолютно. И его сейчас прессуют по полной программе, и он, в общем, где-то оказался, скажем так, в положении того же Путина и России, что с голой задницей вылез против четырех немецких танков. Ну, сейчас тебя закатают просто в асфальт. Что и происходит, в большом счете. А Греция, на самом деле, в чем проблема Греции? Ну, скажем так, это вопрос о трехстах миллиардов долларов. Но на этих трехстах миллиардов долларов, я полагаю, сидит еще добра где-то на триллион. Всякий креит дефолт, сват, все на свете. Две трети греческого долга контролируются структурами Евросоюза и правительствами ЕС. Да, и банками, частными банками. А частные банки около ста. Ну, вот сто. Ну, я думаю, там еще триллион деревитивов сидит спокойно. Можно даже в галки не ходить. Европейская банковская система дышит на ладан. Дойчий банк, Дойчий банк, необходимо привлечь 8 миллиардов капитала. Это согласно того же ЕЦБ с самесмешными нормами резервирования и нормами достаточности капитала. То есть, Дойчий банк, работавший с 70-м плечом, доработался. Топы уходят. Один вот сейчас должен уйти, второй в начале следующего года. Причем топы, которым, если я не ошибаюсь, в апреле дали просто такие полномочия, что типа делай все, что хочешь, лишь бы банк выжил. То есть, вот, пожалуйста, Дойчий банк. Вы думаете, тот же кредит с ВИИ сработает с меньшим плечом? Да нет, с тем же. Поэтому ситуация в мировой экономике и финансах сейчас такая, что любое событие может стать так называемым черным лебедем. Будь то потери фондов или банков в Китае, будь то потери от греческого дефолта или реструктуризации, называйте, как хотите. Это просто приведет к тому, что банковская система Европы просто хлопнется. Потому что проблемы, они на масштаб превышают УВП еврозоны. Никто не сможет спасти эти банки. Даже если эти банки, как предполагают европейцы, конфискуют все депозиты вкладчиков для спасения самих себя, это не поможет. Поэтому Греция, не Греция, Китай, не Китай, система, грубо говоря, готова к фазовому переходу. Достаточно маленькое возмущение, чтобы на этот переход счастливый. И нам-то мало не покажется. Нефть там по 30-12 нормально. Это легко. Вполне может получиться. Но, с другой стороны, в России считается, что дно кризиса пройдено. То есть, вторую волну кризиса Россия вроде бы миновала. Показатели какие-то там нормализуются. Более того, о кризисе говорить сейчас неприлично, как скажешь, Вал. А еще, уже как раз в октябре прошлого года, я специально посмотрел, у нас был рекордный рост инвестиционной привлекательности страны. Мы оказались в 90-й позиции на 60-й. Поэтому это произошло буквально за полтора месяца до фантастического обвала рубля. Но, может быть, это все поможет. Может быть, действительно дно пройдено. И все эти беспокойства... Дело в том, что после всех этих заявлений пришли данные от того же Росстата за май, где падение промпроизводства составило, по-моему, 6,8% или 7% год к году. Самое большое было 7,6% по-моему, в октябре 9-го. Поэтому падение промпроизводства и падение УВП только ускоряется, как и падение жизненного уровня. Банки наши всплывают. АСВ тут товарищ выступил, подтвердил то, что давно говорилось, что порядка 140 банков это трупы, как минимум. Причем в банковской системе реальная стоимость активов составляет 17% от баланса. То есть, понимаете, это не придумки какого-то скинхеда вроде меня, да? А это вот выступают уважаемые человек из АСВ. Ну, что вы хотите? Население перегружено долгами, экономика перегружена долгами, которую невозможно обслужить. Ну и, конечно, наш мудрейший из мудрейших, Центробанк, свои поднятия ставки, только помог ситуации. Конечно, они помогли ситуации, но сейчас-то они стали ее понижать. Знаете, поздно, Маня, пить боржо. Ну, поздно. Вы ехать до нуля понесите, никто не будет брать кредиты, по большому счету, потому что кредиты брать на что? Только перекредитоваться, чтобы не дефолтнуться по старым. Развитие бизнеса, где оно? Население перекредитовано, промышленность перекредитована. Кого кредитовать? А с импортозамещением что? Вот тех, кто, может быть, захочет заместить импорт сейчас. А у нас неконкурентоспособная политическая экономическая система, как вы будете замещать импорт? Я просто знаю очень много примеров, когда люди рады бы заместить китайский импорт, потому что и логистика стала дороже, и цены резко выросли. Но у них нет средств, у них нет кредитов, и не могут получить кредит, причем люди, у которых кредитная история 12 лет. Степан, вот это вот не очень хорошо. И потом, ну вот Рогозин, да, недавно выступил своим батутом снова, что оказывается у нас в Баронке, понимаешь, 95% импортных комплектующих в кораблестроении. Ну надо же, заместили импорт. Смешнее. Оказывается, оказывается, у нас теперь даже ракет летать не смогут. Потому что компоненты топлива некоторые мы перестали производить, потому что дешевле было закупать в Германии, а они попали под санкции. Поэтому теперь нам будут выделять эти компоненты топлива исключительно под коммерческие запуски. Здорово. Здорово. Поднялись с колен. Есть, в экономике есть такое правило, да, если все делать криво, все делается вообще все криво, то через некоторое время денежные знаки обесцениваются, чтобы немножко нормализовать цены и состояние головного мозга. Да. Нас это ожидает еще раз в этом году? Да, да. Ожидает. Хорошо. А в каких пределах можно думать? Ну, первые цели стоят 125. 125? Да. Но если посмотреть, скажем так, на длительную картинку, сделали ребята, которые тоже летчики, собрали данные про рублю, кому-то, за последние 200 или 220 лет, то там минимальные цели стоят от 580. Ну, это фантастика. Почему? Это очень много. Минутку. А у нас сейчас рубль сколько стоит? 60? Нет, он стоит 60 тысяч, если посчитать все динаминации. Поэтому валюту уже убили в тысячи раз. Ну, и еще убить там в 10 раз легко. Ну, вот сейчас проходит встреча БРИКС в России и ШОС одновременно. Ну, главным образом БРИКС. Да, вот. А три экономики БРИКС в рецессии. Одна экономика сигналит, что у нее на бирже все валится. Это Китай. Россия еще и ко всему под санкциями. Что могут решить БРИКС? Как они? Могут они выработать какую-то стратегию? Ничего. Ну, может быть, у США и Евросоюза есть какая-то собственная политика. Она отличается как-то от БРИКС, от того, что страны БРИКС по отдельности делают в экономике. Да нет, политика везде одинаковая, печатать деньги. Потому что по-другому это кинсианцы, они ничего больше не знают. Они не могут бороться ни ЦБ, ни правительство, ни в состоянии бороться с дефляционными ожиданиями, с дефляцией. Степан, а разве кинсианцы не стимулировали реальное производство? Ну, вот в золотой век 50-60-е годы. Понимаете, что значит стимулирование производства? Вы можете стимулировать что-то сегодня, а завтра остаться без штанов. Вот именно это и происходит. По одной простой причине, что современные экономисты, они не в состоянии различить различные типы долга, например. Они даже путают долг с деньгами. Есть, грубо говоря, три различных вида долга. Это хороший долг. Что это за долг? Это долг, который вешается на производство для развития производства. Почему он хороший? Потому что, развивая производство, вы увеличиваете денежный поток в будущем, соответственно, добавленную стоимость в будущем, соответственно, вы сможете обслужить этот долг. Есть очень плохой долг. Это долг, который идет на ***. Потому что вы ничего не производите. Вы не берете этот долг, чтобы что-то произвести в будущем и тем самым увеличить денежный поток. Вы потребляете то, что уже произведено. И, грубо говоря, вы потребляете сегодня свои доходы в будущих периодах. И есть плохой долг. Это долг финансовым корпорациям. Так вот, во всем западном мире, начиная с 60-70-х годов, доля плохого долга и плохого росла. И сейчас она составляет более 80%. То есть, пришло время платить по счетам. Ничего такого нового или необычного нет. Вот 2013-2014 год, время зарождения второй волны кризиса. При этом у Соединенных Штатов статистика, которую они показывали, вроде бы была неплохая. И по этому поводу даже появились мысли у кого-то, что вот Соединенные Штаты, это опять локомотив мировой экономики, который на парах. И вот сейчас он потянет, потянет. Но почему-то начало БРИКС падать, хотя вот некоторые экономисты говорили еще, делайте как БРИКС, и у вас все будет хорошо. Не делайте как Евросоюз и США. Что вообще на самом деле происходит? Кто под парами, кто нет? Никто не под парами, потому что, еще раз, пришло время платить по долгам. Кредитные мультипликаторы везде падают в том же США. Они некоторые меньше единицы, другие меньше трех или четырех, это если считать М3. Если вы посмотрите на графики, то они были в золотые времена и за 20, и за 3, и за 4. Поэтому новая экономика больше не работает. По одной простой причине, что все перекредитованы. Кредитовать некого. Что касается американской статистики, есть замечательный сайт Джона Уильямса, хороший экономист, называется Shadow Government Statistics. Где он пересчитывает все основные макроэкономические показатели США, используя методологию, которую использовались до 90-го года, когда начались мощнейшие манипуляции. И практически ту, которую использует Евросоюз. Ну, ни о каком росте, увы, там нет и речи. Там падение 1,5-2% в год идет. А если взять еще статистику Bureau of Labor Statistics, БЛС, bullshit, как я его называю. Ну, там вообще есть моделька такая смерти рождения корпорации, которая рисует вам месяц по 100-150 тысяч рабочих мест. Самое любопытное, что в конце прошлого года американские экономисты начали чесать репу по тому поводу, что, понимаете, если мы создаем 200 тысяч рабочих мест, как нам говорят, то у нас ВВП, согласно нашим моделям, должно расти 4-4,5%. То есть, понимаете, когда у вас дерьмо на входе, дерьмо на выходе. То есть, они работают с левой статистикой, и у них даже в их примитивных моделях начинаются несостыковки. Пожалуйста, ФРС, да, у них, по идее, на ФРС работают лучшие экономисты, как признано считать. У них есть такая хитрая модель general equilibrium, общего равновесия, там, динамическая, бла-бла-бла. Так вот, в октябре, по-моему, 2012 года исследователи из ФРС опубликовали такую интересную работу и сказали, что эта модель вообще не работает. Потому что, это ФРС само сказал, потому что, согласно этой модели, если мы держим ставки на практически нулевом уровне в течение 3-4 кварталов и стимулируем экономику, вот тогда еще была, все эти программы, ку-ку, какая-то уже, не помню. У нас через год должна начаться инфляция, резко повысится занятость и резко вырасти промпроизводство, чего не наблюдается. То есть, они вообще без понятия, ну, кинсиансы, понимаете. Все работает, пока система может взять дополнительный долг на себя повесить. Как только она не в состоянии обслужить существующие долговые обязательства и поддерживать уровень потребления на существующем уровне, все рушится, называется дефляционный коллапс. У США же есть механизм перераспределения. Нет. Долларовая эмиссия. Да ну, что вы. Которая приводит к инфляции в других странах и ограничивает инфляцию в США и дает им деньги как бы из воздуха. Это не совсем так. Инфляция в другие страны приходит с фондовых рынков. Стоимость сырья прежде всего. Эта инфляция вызвана действиями инвесторов, спекулянтов, если угодно. А эти спекулянты получают финансирование как в американских, так и в европейских банках, которые в свою очередь получают финансирование от ЕЦБ и ФРС. И еще Банка Японии. Вот так вот работает сейчас современная инфляция. Поэтому что значит перераспределение? Как вы можете что-то перераспределить, когда у вас этого нет? Вы перегружены долгом. Все, его нужно убирать. Тогда какова перспектива Соединенных Штатов теперь? Ну, я думаю, что у них будет падение в ВВП где-то на 20-25, не больше, чем на 30%. В реальных показателях. Да, в реальных показателях, огромная череда дефолтов. Но, на мой взгляд, они находятся в лучшем положении по сравнению с тем же Евросоюзом. Причин несколько. Первая причина, это то, что у них, конечно, банковская система в разы здоровее. Потому что банки у них сейчас работают где-то с 11-12 плечом, в Европе 60-70 плечом. Второе, у них единый фискальный центр. У них нет этого маразма, что в Евросоюзе печатный станок отделен от фискального центра. И третье, распределение доходов по группам населения, или коэффициент джиния, у них значительно выше. То есть, у них есть возможность действительно заняться реальным перераспределением, отобрать у богатых и передать, скажем так, бедным. Попытаться стимулировать потребление. Это может быть сделано в США? Они могут к этому прийти, потому что в 12-м году, в конце 12-го года, тот же Брежинский написал, знаете, интересную книгу, где сказал, что все, с ламудизмом пора завязывать. Жлобство и стяжательство нас привели в очень тяжелой ситуации. Поэтому они это могут сделать. И у них вот эта огромная разница в доходах, она может быть нивелирована, сокращена. И за счет этого они как-то могут, в общем, не то чтобы соломку подстелить, но сделать последствия кризиса для себя не такими страшными, как будет в Европе. Потому что в Европе, ну, там социализм. А социализм заканчивается когда? Когда заканчиваются чужие деньги. Ну, я не думал, что в Европе социализм. Ну, там социальный вэлфэр, социальное государство, там левацкие идеи бегают. Ну, и где они еще остались? Ну, я бы не сказал. Если вы посмотрите на ту же систему социообеспечения в Скандинавии, в Германии, во Франции, в Испании, ребят, вы на что живете? Вы живете на доходы будущих периодов, которых у вас нет. А не заканчивается жизнь, когда закончат чужие деньги. Вот и все. Степан, а вот сейчас в России говорят, что если у нас удешевить кредит, ну, вот эта вот извечная тема российской предпринимателями, промышленниками поднимаемая, удешевите кредит, удешевите кредит, все наладится. Если кредит действительно удешевить, там 5 процентов. Ничего не наладится. Поздно. Поздно. Поздно манипить боржом, потому что потребитель перегружен долгами. Идет мощнейшая волна дефолтов. Значит, пока этот долг не будет выведен из системы, за счет и банковской системы, и смерти, и потребителя, новое потребление ниоткуда не возьмется. Второе. Технологий. Их нет. Кадры. Их нет. Время. Его нет. И денег нет. Ну, время у него у нас было очень много. Просто его уже больше нет. Профукали. Поэтому все эти сказки про импортозамещение, снизьте ставку, что ЦБ во всем виноват, да нет. Это глупость. ЦБ, конечно, постарался, довел ситуацию. Ну, вот мне кажется, что... ЦБ, так знаете, он послужил таким последним толчком. Мне кажется, что есть потребность выработать, наверное, другую экономическую стратегию для России. Может быть, необходимо жилищное строительство при активном государственном инвестировании. Инфраструктурное строительство. Государственное денег нет. Ну, деньги можно сажать. И печатного станка у нас нет. Потому что у нас вообще никаких экономических перспектив. В принципе. Степан, вы пугаете вас. Я не пугаю, я говорю совершенно то, что, как Чукча, что вижу, то пою. Потому что мой последний вопрос был как раз про экономические перспективы. Никаких. Ну, тогда давайте посмотрим, что хотят знать наши зрители. Потому что, еще раз, у нас неконкурентная политическая и экономическая модель развития. Все. Степан, я вас спрашиваю, как вы оцениваете экономическую политику Запада, США, Евросоюза и России в том числе? Как отдельно? Да, вот у нас отличается экономическая политика? У нас отличаются системы, еще раз, политические, экономические. Но, в принципе, вся политика сводится к кенсианству. Кенсианство в долгосрочной перспективе не работает. Более того, даже можно доказать такую интересную теорему. Я утрирую, что нельзя такие вещи назвать теоремами, что если у вас есть демократия, печатный станок и дефицит государственного бюджета не закреплен в Конституции на определенном уровне ТВП, ваша экономика и ваша валюта обречены. Ужасно. А кто больше пострадает от кризиса? Мы или они? Мы. У нас нет ни технологий, ни кадров, ни денег, ни времени. Ну, а цены на нефть сейчас в каком они будут состоянии? Через 5 месяцев, через 6? Как вы полагаете? Сейчас тяжело. Понимаете, здесь сейчас есть два варианта. Первый вариант это то, что мы еще чуть-чуть провалим цены на нефть. По лайту, может быть, сходит на 44-45, дальше может сходить на 66, может быть, даже на 70. И только после этого она пойдет на 32, а дальше на 12, в конце 16-го года. Вы думаете, что может быть повышение цен на нефть? Может. Может быть, рынок нефти, еще раз, рынок нефти контролируется спекулянтами. Он контролируется ликвидностью. Но у спекулянтов же есть золотое правило не спекулировать тем, что менее всего востребовано. Да нет, наоборот, когда что-то менее всего востребовано, обычно тактик ненавидим всеми, как, например, золото. Это значит, что у него прекрасные перспективы роста. Вот, это первый сценарий. Второй сценарий, это то, что вот та цель, которая была давно заявлена, 62,5, была последней целью коррекции, которую мы наблюдаем. И теперь только вниз. Разделить между этими вариантами в среднесрочной перспективе в данный момент я не в состоянии. Но то, что мы увидим 12 в очень неотдаленном будущем, к бабке не ходи. Это из-за Китая? Это вообще из-за всего. Понимаете, ликвидность с рынков уходит. Она уйдет. И когда уходит ликвидность, закрываются портфели. Понимаете, если у вас потери на одном рынке, вам приходится закрывать часть портфеля по всем рынкам. Это будет такой сценарий 2008-2009 года, только чуть подольше, помощнее. А сколько продлится, по-вашему, эта вторая волна кризиса, вот эти все потрясения? И как мы будем из нее выходить, Степан? Не знаю. По идее, если верить циклу, то номинальные низы рынков должны быть осенью 2016 года. Но рынки, еще раз, с экономикой слабо связаны, по большому счету. Рынки-то виртуальная реальность, а экономика-то реальная реальность. Степан, а вот Инна спрашивает. Вы раньше говорили, что нас ждет экономическое положение, будущее сырьевой колонии. Или положение экономической сырьевой колонии нас останется. А почему будущее? Это наш настоящий.